Свидетельство Тома Томпсона. 9 октября 2011 года. Смерть и жизнь. Кто из вас доволен тем, что он сегодня проснулся и пришел в церковь? Похоже, что около половины из вас. Что ж, я все равно приветствую всех вас. Также я хотел сказать спасибо за то, что вижу здесь друзей и семью, коллег. Теперь заранее предупреждаю, я принимаю очень близко к сердцу, когда делюсь историей обо мне, тем, что Дух Святой помог мне пройти. Я хочу поблагодарить каждого за то, что вы пришли сегодня. Я хочу поделиться со всеми вами тем, что, по моему мнению, считаю удивительной историей. Я хотел бы открыть и рассмотреть слова из Библии, поэтому откройте Римлянам 10 главу. Я хотел бы прочитать, если найду мои очки. Стихи с 13 по 15. Вы можете читать со своей Библией, если она у вас есть. Если нет, смотрите на экран на стене. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Давайте помолимся. Дорогой Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты послал прекрасные ноги Иисуса, который пришел не осудить мир, а дать нам спасение и жизнь. Я благодарю Тебя за Святой Дух, который дает нам силу для того, чтобы преображаться. Я благодарю Тебя за Твой Святой Дух, который сегодня здесь. Не потому что мы сделали что-то, чтобы заслужить это, а потому что Он желает быть с нами, и Он любит нас. Господь, я прошу Тебя, если здесь есть кто-то сегодня, кто ищет прощения, или может быть в силу, чтобы простить, ты это даруй. Я молюсь за каждого, кто ищет Тебя. Открой ему себя самым прекрасным образом. Аминь. Обычно, когда кто-нибудь спрашивает тебя, откуда ты родом, для большинства из нас довольно просто будет ответить. Знаю, если вы спросите пастора Полиса, откуда он, то он из Восточной Оклахомы. Пастор Клейк может сказать вам, что он из Нешвилла. Если вы спросите Рона или Боба Филлипса, то они скажут тебе, я думаю, что они из Луизианы, что-то вроде этого. Для меня это не будет так просто, я не из Нешвилла. Я приехал сюда только в 96-м, со своей женой и дочерью. Помню те вещи, к которым я привыкал, когда впервые приехал сюда. Поиски дела на Алфая, стрит, заняли у меня почти два года. Было бы неплохо, если бы кто-то был бы достаточно любезен к Томми. Я был напуган, я искал. Печально, что все повторяли, благословляем твое сердце. Мне понадобилось несколько лет, чтобы понять, что они имели в виду. Дружелюбные люди, однако. На самом деле я родился в Пенсильвании, но там жил только три недели. Мои родители были миссионерами в Камбодже уже на протяжении десяти лет. Потом они уехали в 49-м и вернулись в Фурлонг в отпуск. И я был рожден в последние три недели этого отпуска, и через три недели после этого мы поплыли назад в Камбоджу. На протяжении первых десяти лет они жили в городке под названием Карачи. И на протяжении десяти лет они начали работать с людьми из Камбоджи, делясь с ними Евангелием Иисуса Христа. И разочаровывало то, что, несмотря на десять лет распространения этой вести, они имели только небольшую церковь, наверное, с сорока уверовавшими и пары пасторов. И был племенной пастор из Монома, племя, которое насчитывает 30 тысяч, извиняюсь, 10 тысяч людей с 30 разных деревень. И он пришел в город вместе с племенным пастором, чтобы найти моего отца. И он сказал, ты знаешь, наше племя, мы веруем в небесного Бога. И эта история передается нам с поколения в поколение. Но мы не знаем, кто он, и мы слышали, что ты, возможно, знаешь остальную часть истории. И мы хотели бы, чтобы ты пришел в наши деревни и рассказал нам остальную часть истории. Что же, следующие шесть лет мой отец брал свой мотоцикл, так как это был единственный способ добраться туда, и ехал в деревне на 4-6 месяцев. И он проповедовал Евангелие с переводчиком для людей из Монома на протяжении шести лет. Но за шесть лет мы не имели даже одного христианина. И это были люди, которые хотели знать. В 65-м парламент решил, что больше не будет свободы вероисповедания, и он закрыл двери для миссионеров в Камбодже. Все мы, миссионеры, были вышвырнуты. Что ж, они вернулись в Штаты, родители проконсультировались с союзом христианских миссионеров, с которым они сотрудничали. Было решено переместить их прямо через границу, в центральную горную местность Бониту во Вьетнаме. Было несколько проблем с ситуацией во Вьетнаме. Одной из них была, если вы помните, война во Вьетнаме. Другой проблемой было то, что между границей Бониту и Камбоджи было только около 40 миль, где лежал путь Хо Чи Ман. Хо Чи Ман, куда северные вьетнамцы отправляли свои боеприпасы вниз южной вьетнамской армией против армии США. Это было очень горячей и спорной территорией, и было очень опасно для нас, детей, жить там. Поэтому мы ходили в школы-пансионаты в Малайзии. Эти школы обслуживали многих миссионеров в Южно-Западной Азии. Мы уезжали на 4 месяца, а затем возвращались на каникулы на 2 месяца, и снова уезжали на 4 месяца. И я помню, я был в школе, и трое из нас, детей, были еще в школе. Мой старший брат и сестра уже выпустились из миссионерской школы-пансионата и вернулись в Штаты. Ночью 29 января было Татское наступление, это был Вьетнамский Новый год. И северные вьетнамцы начали самую большую атаку в истории Вьетнама. Они одновременно атаковали 33 провинциальных столицы. И Бониту, где жили мои мама и папа, был одним из этих городов. Другой проблемой было то, что их цель, база Южной Вьетнамской армии, была просто через улицы от миссионерского селения, что означало, что они должны были пройти через него. И я думаю, там жилось семь миссионеров. Моя мама и папа тоже там жили. Битва началась, и она становилась интенсивнее. Миссионеры поняли, что им больше нельзя оставаться в безопасности, сидя дома. И как только они приняли это решение, один из домов семьи Грисфолд был поражен. Все миссионеры укрывались на некоторое время в домах и сарае друг у друга, но потом они поняли, что если один из домов рухнет, им не будет лучше. Мой папа и Боб Циммер покинули сарай. Они были на мусорной свалке на нашей территории, и они начали раскапывать мусор, чтобы сделать самодельный бункер. Они наконец выкопали его и спрятались. Могу только представить, что это был за запах. Затем они пошли и осели в бункере. И Рюф Вилтинг и Ганда пытались найти какие-нибудь припасы для миссионеров, которые были ранены. На обратном пути ее ранили, и она упала в бункер. Боб Циммер вышел, и когда враг приближался, он хотел попытаться договориться, и он был убит выстрелом в грудь. Затем они пришли к бункеру и бросили две гранаты для равного счета. Мэри Циммер как-то удалось пережить эти выстрелы. Она имела 18 ранений, когда упала в отверстие в земле. Они увидели, что она все еще жива, и распорядились взять ее в плен на следующие несколько дней. Так как бои становились сильнее, они поняли, что должны отступать. Они оставили ее умирать на обочине дороги. Какие-то люди из племени проходили мимо и нашли ее, и забрали ее в больницу. В конечном итоге она была отправлена обратно в Штаты. И благодаря тому, что она пережила все это, мы имеем эту историю. Но для других миссионеров все не было так хорошо. Бои шли еще около восьми дней. И 8 февраля военная база была там, куда мои мама и папа привыкли ходить проповедовать. И бои наконец-то остановились. Несколько грузовиков подошли к миссионерскому центру, чтобы посмотреть, в порядке ли они. И они наткнулись на эту дыру. И увидели одно стел и другое тело Боба Циммера, которое лежало там, где он был убит. Когда они добрались к моей маме и папе, я думаю, папа пытался закрыть маму и Руф Вилдинг своим телом, то под силой взрыва тела слились вместе. Они хотели рассоединить их, но так и не смогли. Поэтому они просто похоронили их. И так они остались и до сего дня. Боже, что ты шутишь надо мной? Шестнадцать лет служения тебе в Камбодже. Начались начало, новый язык, два года во Вьетнаме. Только несколько христиан, одна маленькая церковь и конец в мусорной яме? С трудом мог рассмотреть Божий план в этом. Там, где мы были, была проблема с миссией. Трое из нас все еще были в школе-пансионате. Сестра моя мама и ее муж были тоже миссионерами во Вьетнаме. Что ж, они приняли нас, и мы продолжали жить во Вьетнаме до 1975 года, ходили в ту же школу. В 1975 году, как вы знаете, Вьетнам пал. Мои мама и папа имели всего 24 часа, чтобы захватить чемодан и убежать. Они были за секунду до последнего рейса из Сайгона на 747 полном сирот, который вылетел в Гуам. Летел прямо из школы, чтобы встретить в США моих приемных родителей Джорджа Ингриету Ирвинг. И там принималось решение, может, время на пенсию. И они сказали, нет, мы собираемся переехать во Францию и решили работать с беженцами из Вьетнама. И помочь им построить церковь. И они начали это после 30 лет служения во Вьетнаме. И вы знаете, в детстве у меня было много религии. Я имею в виду частично. Я ходил в церковь четыре раза в неделю, знал все о Боге. Я прочел Библию четыре раза, но я никогда не имел отношения с Иисусом Христом. И я решил, что я и не хочу этого больше, потому что я немного боялся Бога. Он был своего рода далеко. Вы знаете, я жил довольно как законник и постоянно знал, если бы я попал под грузовик, и я забыл попросить прощения этим утром, я бы пошел в ад. И я решил достичь счастья своим собственным трудом. Я помню, я начал с бутылки. И когда я очнулся, был пьян и болен все время. Это на самом деле не приносило мне счастья. Я понял, что моя жизнь идет в никуда. Что ж, я записался в армию США, чтобы она меня исправила. Это было хорошо во многих отношениях. Я получил место в Форт-Люисе, Вашингтон, в течение первого года, но затем меня отправили в зону Панамского канала. В 1981-м было только два человека во всей нашей роте со 160 человек, которые не принимали наркотики. И я был одним из них. Я был хорошим солдатом, я закончил миссию, получил ранг и значок за отвагу. Сначала я начал с марихуаны, а потом встретил парня, который познакомил меня с кокаином. Я снова вспоминаю первый раз, когда я вдохнул первую дозу кокаина. Вот это класс! Я нашел свое счастье! Я хорошо себя чувствовал. И это была хорошая штука, это было одно из уличных лекарств здесь, в США. С этим парнем я работал на панамской авиакомпанию «Айрс» в Панаме. Был самолет, который прилетал дважды в неделю с Перу-Лима, набитый кокаином, и я имел к нему доступ. Это было лучшим, что мир мог предложить. И вы знаете, на какое-то время это очень весело, но потом одной дозы недостаточно, нужно было две дозы. И две дозы больше не действовали на меня. И довольно скоро это было по полграмма. И, как вы понимаете, грамм, два грамма. И, возможно, кто-то с молодежи здесь думает, это не так плохо, с вами все же в порядке. Пожалуйста, не верьте этой лжи. Вы не можете делать то, что я делал со своим телом, и не иметь последствий, которые будут длиться в течение всей жизни. Однажды утром я проснулся, мое лицо лежало на жестком бетоне, рукой я открыл глаза, я лежал возле туалета полной мочи. Не знаю, была ли это моя. Я просто встал, чтобы почиститься, вдыхнул еще кокаина. И вышло так, что мои кровеносные сосуды начали лопать через раздражение полости носа, я начал истекать кровью. Я взял туалетную бумагу и засунул ее в нос, очень много бумаги. И потом каждую ночь я должен был вытягивать все это пропитанной кровью. И я менял бумагу после того, как она наполнялась. Вы видите, кем я стал. Я имел самые лучшие в мире наркотики, имел, как я думаю, то, что искал. И стал у двери смерти. Мой командир роты платил мне довольно хорошо. Я был его водителем и радиооператором в последнем году службы. Довольно жутко. Когда я был в офисе, я сказал, сэр, я признаюсь, что имею зависимость от кокаина, и он меня убивает. Мои короткие два слова объяснили ему весь ужас той ситуации, в которой я был. И он сказал мне, ты нравишься мне, Томпсон. Он сказал, я хотел бы отправить тебя на консультацию к психиатру на военной базе. Она работает со всеми генералами и полковниками. Она лучшая, что у нас есть, и я уверен, она поможет тебе. Теперь я был взволнован. Я чувствовал, что, в конце концов, найду какие-то ответы в моей жизни. Наконец я получу ответы, которые искал, что же я пошел к психиатру. Я пришел к ней в офис, и она сказала, расскажи мне о себе. Пару часов я делился с ней историей о том, как я рос в Вьетнаме, о том, что случилось с моими родителями. После двух часов я посмотрел вверх. Она плакала и подошла ко мне и крепко обняла меня. И она сказала, ты мне очень помог. Я был смущен. Я думал, что был там для того, чтобы получить помощь. И я не был там как психиатр, но я не получил ответ для себя. Не было ответа для жизни. Я был запутан в этот момент так, как еще никогда не был. Но все-таки я как-то прошел реабилитацию, и я ушел из армии с почетным званием и вернулся в Соединенные Штаты. Я получил работу в продажах и понял, что имею талант к продаже. Я получил источник питания. И я преуспевал в продаже, и я начал зарабатывать деньги. И я понял, что это то, чего мне не хватало. Я не имел достаточно денег. И каждый год я зарабатывал все больше и больше, и каждый год мне везло. Я зарабатывал больше. Я начал собирать всю эту чепуху. Я имел дом, бассейн, спортивные машины, и у меня была красивая жена, загородный клуб. Мир сказал мне, привет, вот до чего ты достиг. Мир смотрел на меня и говорил, вот, это ты. Знаете, я был самым неприятным человеком, которого когда-либо встречали. Я был предвзятым, я был ненавистным, я был гордым, я был злым. Мне нравилось увольнять людей. Это был как спорт, я таким стал. И даже если вы хотите помочь мне стать успешным, мне не было для вас времени. Я был как этот парень из кинофильма, когда его сбивает грузовик, то все кричат «ЙЕС». Вот таким я был. Внешне я выглядел круто, но внутри я был таким отвратительным, каким только можно быть. Таким пустым, каким только можно быть, потому что я имел все. Я был членом легендарного клуба в теннисе. Однажды мы играли в гольф с другом, некоторые уже знают эту историю. Игра шла хорошо, и мы увидели двух парней перед нами, которые хотели поиграть вчетвером и пригласили нас присоединиться. Мы были не против и рассказали все наши любимые шутки, такими непристойными, какими они были. Настолько грубыми, насколько только можно. И вот кем я был, вот кем я стал. Помню, мы добрались до восемнадцатой лунки. Мой приятель обернулся к ним и сказал, «О, мальчики, я надеюсь, что вы не проповедники или что-нибудь в этом роде». Пастор Луи обернулся к ним и ответил, «Проповедники». Но вы знаете, что если бы была возможность осудить или отменить это, мы воспользовались бы этим. Но вы видите, это не то, чего мы ожидали. Пастор Луи просто увидел двух парней, которые нуждались в Иисусе. И призвал нас прийти к новой надежде в тот день. Мы смеялись над ним. Мы смеялись ему в лицо. Но спустя два года мы хотели для моей восьмилетней дочки чего-то больше, чем то, что предлагает этот мир. Я знал, что ей нужно было что-то больше, чем то, что мы предлагаем в наших телевизорах, в наших школах. Я чувствовал себя обязанным привезти ее туда, и мы пошли через задние двери. И на протяжении двух лет она ходила в воскресную школу на уроке Мина Джоша. Я крутился неподалеку, пастор Пол никогда не мог повлиять на меня. Но я слушал. Помню, в один день кто-то говорил, что они собираются в среду вечером в мужскую группу и не собираются рассматривать книгу «Целеустремленная жизнь». Я помню, название привлекло мое внимание, так как до этого момента цель в жизни не имела большего значения и не работала так хорошо, как хотелось бы. И я думал, знаешь, возможно, есть что-то больше, чем я. Может быть, пойти на эти курсы. Что же, я пошел, я помню, в первый день я открыл книгу, и там было написано, это не о тебе. Я не очень знаком с такого рода концепцией. Но из того, что я узнал, из прочитанного, я был создан для целей. Я был создан с намерением. Я был создан для того, чтобы славить Господа, благословлять других. И я начал понимать, что если я когда-либо собирался найти счастье, то это будет мне не под силу. Я не помню, что это был за день, и я не обозначил его на календаре. Но я помню, что одной ночью я преклонил мои колени там, в том классе и сказал, «Боже, я не знаю, что это значит, но я сдаюсь и отдаю тебе свою жизнь». Он сказал, я могу с этим работать. Начни сдерживать обещания, которые ты давал, и тогда ты будешь изменен внутри. Помню, две недели спустя я вернулся на работу, и женщина пришла в мой офис и начала кричать на меня. Я не знал, почему она орала на меня. Но знал, что старый я просто бы выгнал бы ее из здания, и это был бы конец ее карьере в этой компании. Но я помню, происходило что-то удивительное. Она кричала на меня, но я не слышал никаких слов. Я смотрел сквозь ее глаза и видел кого-то, кто полностью разбит и очерствевший. И я помню, я думал, что это? Это чувство сострадания? И я уловил себя на том, что говорил, если я тот, кто разозлил тебя, то я извиняюсь. И если я могу помолиться с тобой, то я сделаю это. И она сказала, иди ты. Через две недели она пришла в мой офис, и мы молились. И так как я сделал то, что Господь сказал мне, я получил новое видение. Он исцелил мою слепоту. Я не видел расовых барьеров, социальных, бедных и богатых, черных и белых, особенных. Я видел всех, как Его творения, и драгоценными внутри. Это было удивительным чудом. Поверьте, если бы вы знали меня, вы бы знали, что это было чудо. Возможно, ты думаешь, это хорошо, я счастлив, ты нашел Бога, и ты нашел счастье. Ты знаешь, Бог не сделал меня бедным, я все еще успешен. Но сейчас я понимаю мои гости, Его гости. Он дал мне мои способности, чтобы зарабатывать деньги, данные им. Чтобы благословлять других и славить Его. И я счастлив, я имею мир. Возможно, ты думаешь, это было великолепно. А как насчет бункера в земле? Как насчет беспорядка во Вьетнаме? Неужели это и правда имеет цель? В 2008-м христиане миссионерского альянса имели поминальное служение в Наяке, Нью-Йорк, где мои родители учились в семинарии? Были приглашены все дети и семьи других миссионеров, всех, чьи близкие были убиты во Вьетнаме. Это было не только шесть человек, их было намного больше, чем приглашенных. И больше тех, кто пришли, нас тоже пригласили туда. Это было чудесное служение, и мэр Наяка был тоже там. И я помню, в тот вечер был банкет, и я садился за стол, когда мужчина подошел ко мне и сказал, «Ты не знаешь, кто я, я живу здесь. Я был солдатом в Балмиту, когда твоя мама и папа были там». И он сказал, «Твой папа приходил каждую среду и воскресенье. Приходил по средам, чтобы получить товар в магазин, и по воскресеньям, чтобы проповедовать». И я был военным у ворот, поэтому люди собирались там, и ваш папа был как великан, пробовал залезть в джип. Это выглядело как карикатура. Помню, я смеялся, когда он появился в воротах, но хуже этого, я привык думать, что он дурак. Потому что я должен был быть во Вьетнаме. Он сказал, «Мы воевали, это был наш выбор, я был зачислен». А он здесь рассказывает людям о приходе Иисуса, или о нас и Иисусе. Ну и дурак. Что ж, я помню два месяца после этого, как они были убиты, и я узнал об этом. Он говорил, «Я понял, каким дураком я был». Он сказал, «Я встал на колени и отдал свою жизнь Иисусу». Я хотел прийти сюда и сказать, что есть один человек, из-за которого они умерли, и это я. Это того стоит. И потом он ушел. Я никогда не знал даже его имени. Мне 43 года, и никто из нас, детей, не был в состоянии вернуться к могиле. В конце войны во Вьетнаме наше миссионерское соединение стало военным соединением. Могилы были наземные и покрытые. И это способ, которым коммунистические вьетнамцы хотели все забыть. Последние 15 лет мой брат, мой старший брат был доктором, доктор-миссионером в Африке, писал письма вьетнамскому правительству, чтобы получить разрешение нам вернуться и проведать могилу. Но каждый год, год за годом мы не получали ответов. И в конце концов, в июне 2009 мы получили ответ, «Да, вы можете приехать. 17 декабря в 15.00». Хорошо. Это ведь разрешение, верно? Мы были взволнованы, мы собрались вместе в доме моего брата, чтобы поговорить об этом. Со стороны финансов, это был мой самый худший год за все время. И я был без гроша в кармане, и мы изо всех сил пытались свести концы с концами. Двое моих сестер были в таком же состоянии. Что еще хуже, их босс говорил им, что они должны были работать на Рождество. Когда мы услышали эти новости и собрались вместе, это выглядело невозможным. Я помню, я думал, что это невозможно, слишком много препятствий. Моему старшему брату нужно было услышать, давайте молиться. Если Господь хочет, чтобы мы были там, он это допустит. Что ж, мы молились. Я помню, думал, да, любой ценой. Пять дней спустя он имел ужин с друзьями в Сан-Франциско, которые четыре года назад помогли ему финансово пройти обучение в медицинской школе. Дэвид, это был тяжелый год для многих, но для нас это был прекрасный год. Господь сильно благословил нас и положил нам на сердце, что есть что-то, в чем мы могли бы помочь тебе, но мы не знаем в чем. Мой брат сказал, хорошо, я доктор-миссионер, мы постоянно имеем нужды в больнице в Африке. Но он сказал, сейчас есть возможность нам, детям, вернуться во Вьетнам, чтобы посетить могилу родителей. Но это просто финансово невозможно. И они сказали, хорошо, сколько ты думаешь это будет стоить? Он сказал, возможно, где-то 20 000 долларов. И они сказали, это все? И сказали, едь, а когда сделаешь все, пришли нам чек. Мои сестры были взволнованы, они пришли к своим боссам с большим опасением. Это было как будто их боссы никогда не имели разговоров из-за работы на Рождество. И они сказали, конечно, вы можете ехать на пять дней. Бог убрал все препятствия, и Он не просто отвечает на молитвы, Он отвечает на молитвы со стилем. Я помню, мы встречались в Чикаго и задержались в японской авиакомпании. Один из больших гигантов с широким телом передал нам наши посадочные билеты. Он встретил нас в эксклюзивном бизнес-классе. Нас ожидало 22 часа полета в Сайгон, Вьетнам. Я до сих пор не могу спать в самолете, даже когда я нахожусь в постели, глядя в потолок. Хотя это намного более комфортно, чем спать в кресле. Но Бог благословил нас, очевидно, и сделал эту всю поездку возможной. К сожалению, мои сестры из Бостона, одна из моих сестер пропустила свой полет, она собралась пойти на следующий рейс, и мой брат, врач из Африки, и его жена, их рейс из Либервилла в Гордон был отменен, и они пытались вылететь на следующий день, но трое из нас уже прибыли, мы приземлились в Сайгоне. Следующим утром мы сели на маленький самолет и полетели в Боннентон. Я помню, я сделал еще одно фото. Я помню, как мы приближались, я смотрел на город, и меня приполняли эмоции. И мы приземлились. И если вы помните, на этой картинке с могилой был племенной пастор на правой стороне, белая стрелка указывает на него. Он был там, чтобы приветствовать нас, и встретился с нами. Он был только пастор тогда, когда были убиты мои папа и мама. И он плакал, и мы плакали, так как это все накопилось. И он сказал, я хочу показать вам столько всего красивого и замечательного. Но для начала едем в отель. Он завез нас в отель. Не было того, кто занес бы наши сумки в номер, зазвонил телефон. Он позвал нас вниз и сказал, нам был приказ от губернатора, он хочет увидеться с нами завтра в 9 часов утра. Помню, я думал, зачем губернатор хочет встретиться с нами в 9 часов утра? Нам было сказано приехать в 3 часа дня. Но у нас не было выбора. На следующее утро губернатор прислал за нами машину. Помню, мы ехали в резиденцию. Мы приехали. И мы шли в это большое прекрасное здание, совсем не похожее на Капитолий в Штатах. Мы вошли в эти комнаты с этими большими столами. Там стоял огромный белый стол вместо губернатора. Справа от него был начальник полиции, слева министр религии и так далее. И все его правительство собралось там в субботу утром в 9 часов утра, чтобы встретиться с нами. Здесь были микрофоны, прожекторы, пресса была здесь и камеры. А нас было только трое с племенным пастором и переводчиком. Как только мы сели за стол, верховный коммунистический лидер области посмотрел на меня и сказал, «Почему вы здесь?» И я сказал, «В вашей стране очень важно чтить умерших, и мы просто хотим сделать то же самое. И мы очень благодарны, что вы дали нам такую возможность». И он задал моей сестре тот же вопрос, и она ответила ему тем же образом. И тогда мой старший брат Дилан отозвался, чтобы поблагодарить за данную нам возможность. И они посмотрели на меня и сказали, «Что еще вы собираетесь здесь делать?» Я сказал, «Быть дома». Он удивился. «Что ты имеешь в виду?» Я сказал, «Здесь мы выросли, это наш дом. Америка наш дом, там мы живем, но родом мы отсюда». Помню этот вопрос, откуда вы родом? Откуда мы родом? Это хорошо, что я отсюда родом. Это прекрасно вернуться назад. Я надеюсь, кушать все это вьетнамскую еду снова. Я назвал кучу блюд. И они начали смеяться, очевидно, с моего произношения. Я не уверен в том, что наговорил им, что собирался есть. Произошло кое-что интересное. Он протянул руку, чтобы отключить микрофон, посмотрел на журналистов и сказал, «Уйдите». Затем он начал рассказывать нам, как он был назначен губернатором два года назад после восстания в нескольких племенах. Он сказал, что в его регионе 55 племен, и это составило 72% населения. Он сказал, что они восстали. И его начальник милиции был бывшим губернатором, и теперь он повышен, чтобы попытаться заключить мир с племенами. И он должен найти способ, чтобы объединить их. Что же, мы были очень честные и надежные люди. Но вы видите, племенные народы в конце войны их земли отбирали и выгоняли из страны. Они могли иметь церкви, только типа, не спрашивай, не говори полиции. И эта история постоянно повторялась. А потом он стал рассказывать нам о том, что они на втором месте в мире после Бразилии по экспорту кофе. Я понятия не имел. Но было очевидно, что с экономикой все в порядке, потому что когда мы были в городе, то видели эти большие белые тротуары и деревья. И город был действительно прекрасным. Поэтому я хотел сказать, ваш министр агрономией должен гордиться. Но вышло, ваш министр кофе должен гордиться. Вы думаете, я сейчас обмолвился смешнее, чем когда-либо? Я думал, губернатору потребуется кислород. Он смеялся так сильно, что и по сей день он всегда будет известен как министр кофе. Но вы знаете, что Бог использовал это легкомыслие. Эта возможность предоставлялась нам только для того, чтобы попасть к могиле. Мы не должны были, но смеялись и прекрасно проводили время. Встреча закончилась, но я чувствовал, что это является возможностью. Джуди, моя сестра и Дэвид, они все еще хотели добраться туда, но готовы были пропустить этот серьезный визит. Они собирались пройти через все это. Я сказал так много губернатору, и я сказал, если бы вы были так добры и дали нам еще один шанс посетить могилу завтра. И он посмотрел на начальника полиции и сказал, покажи мне их свидетельство. Он посмотрел и снова сказал начальнику полиции, позаботьтесь о том, чтобы они дали знать, чего они хотят, когда они хотят, сколько они хотят. И удостоверьтесь, что их никто не будет беспокоить. Бог благ. Кроме этого, я хочу, чтобы вы были нашими гостями на ланче в лучшем ресторане. И они это сделали. Они завели нас в лучший отельный ресторан. За следующие три часа мы перепробовали 78 или 79 блюд. Мы ели три часа. Я люблю поесть, но вы знаете, в меру. Но более удивительно, что мы рассказывали истории о нашем детстве здесь, о нашей семье, к нам присоединились министры. И мы могли смеяться вместе и рассказывать истории о нашей маме и папе. Я помню позднее, когда я пришел в свою комнату после всего этого, и вспомнил, что читал где-то в Библии об отношениях к правителям и власти. И я нашел Библию и открыл ее. Я нашел это место. Это Луки 12 глава, 11-13 стих. Я хочу прочитать это вам, потому что это довольно удивительно. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. И я вспомнил потом, и я вспомнил, Святой Дух вел нас на этой встрече. На следующий день пастор пришел, чтобы забрать нас и сказал, «Я говорил вам, что есть нечто, что я хотел бы вам показать. Я хочу завести вас в свою домашнюю церковь». Мы ехали где-то два часа. Это следующая картинка. На самом деле, это одна из лучших дорог, где мы были. Как я вам говорил, они были изгнаны в джунгли. И наконец, после двух часов дороги, мы приехали в дом пастора. И когда мы пришли в его дом, то за этим домом стоял металлический сарай. Мы прошли через дом к этому металлическому сараю. Вот как это выглядело. И снаружи не было машин, ни велосипедов, ни мотоциклов. И я понял, что эти люди шли пешком с расстояния даже до десяти километров, чтобы попасть в церковь. Было полдесятого, собрание начиналось десять, как и у нас. Но уже полдесятого, места остались только стоячие. Извините. Я помню, как подавали сосуды для пожертвований. Это были большие коробки с тяжелыми крышками. Их было шесть. Коробки из бамбука. Их передавали по залу. И три раза им пришлось возвращать и высыпать в большую корзину для риса, потому что они были переполнены деньгами. Люди, у которых ничего не было, пришли десять километров, чтобы отдать. И я помню, пел детский хор, потом молодежный хор, потом женский хор, потом мужской хор, потом пело все собрание. И я подумал, что сейчас крыша рухнет из-за того, что их голоса достигли небес. Вы не слышали пение, если не слышали этого. Тогда я повернулся к пастору и сказал, «Здесь все забито, здесь, наверное, человек пятьсот». Он сказал, «Нет, около восемьсот». Он сказал, «Это первое из трех служений». На сегодняшний день в этом районе сто пятьдесят тысяч христиан среди разных племен. Он сказал, «А еще помните племя Менон, которые ваш отец ездил навещать?» Я спросил, «Откуда вы знаете эту историю? Об этом не распространялись?» Он сказал, «Через несколько лет после смерти ваших родителей, семьи из племени Менон убегали в наш район из-за преследований. И мы познакомились со многими из них. Чего ваш отец с матерью так и не узнали? Почему среди них нет христиан? Это потому, что в племени Менон никто не может прийти ко Христу, пока за это не проголосует вся семья. А когда семья проголосует, только тогда они могут стать христианами. И ни одна семья не может стать христианами, пока старейшины не проголосуют за это. А когда старейшины поддержат их, тогда семья может стать христианами. И ни одна деревня не может стать христианами, пока вождь не поддержит это. И он сказал, просто это заняло время, пока прибиралось по системе, но сейчас десять тысяч из них христиане. Он сказал, «Видите ли, мы — наследие ваших отца и матери». У моей матери был любимый стих. Она часто делилась им с нами. Она и не подозревала, что это станет нашим наследием. Иоанна 12, 24. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно повземлю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Эти слова были сказаны Иисусом. В тот момент, когда Он понял, что пойдет на крест за нас с вами, и через Его смерть людям, как я и вы, открылась жизнь. Это было потрясающее служение. Мы пообедали с пастором, и пришло время посетить могилу. Так что мы сели назад во внедорожники и поехали к надгробию. Видно было, что его расчистили. И когда мы приехали к могиле, случилось кое-что необычное. Там был весь кабинет министров. Стояли вокруг могилы. Они даже принесли цветы, чтобы положить у надгробия. И мы сделали то, что обещали. У меня была гитара, и мы пели песни про славление, и мы пели «Наш Бог так велик». И они пели на языке Радеи. И был вьетнамский пастор, который спел эту песню по-вьетнамски. А мы стояли рука об руку с верхушкой вьетнамского коммунистического правительства. Тогда мой брат помолился сильной молитвой. Поблагодарив Бога за плоды. Поблагодарив Бога за доброту правительства, которое разрешило нам прийти. Молясь, чтобы Бог дал процветание их земле. Возле этой могилы. Это сильное свидетельство. Мы собрались уходить, но министр религии подошла и показала нам документ. Я хочу вам дать это разрешение на землю. Его подписал губернатор, чтобы племена смогли построить себе новую церковь на территории поселений Бометут. Никогда раньше им не выделяли землю. И она сказала, кроме того, Он организует, чтобы могилу ваших родителей перенесли на то место, чтобы люди могли приходить и отдавать им почтение. Благ наш Господь. У Бога есть план. Может, вы думаете, что книгу уже не улучшить, что еще одна глава не поместится. Около трех месяцев назад я получил эмейл от одного солдата, который служил во Вьетнаме. Его зовут Томас Картон. Я служил в 155-й вертолетной бригаде во Вьетнаме. Я хорошо знал ваших родителей. Они приглашали нас домой и делились с нами Словом Христа. Они приходили в этот открытый зал для собраний, у меня за спиной, к нам на базу. Он сказал, я был в том подразделении, я был одним из тех. Я спускался в яму за их телами, я был тот, кто растягивал их останки. Он сказал, и когда я это делал, окровавленная Библия выпала мне на руки. И сказал, не знаю даже, зачем я взял ее. Я хранил ее 43 года и хочу отдать ее вам. Никогда бы и не представил себе. Когда он поднял эту Библию, там, у могилы, он написал, найдено в феврале, на левой стороне. В 1968-м, у миссионерского поселка, после атаки Вьетконга, 20 января, шесть миссионеров были убиты Бан Митаутом, Вьетнам. И когда он был в машине, ехал домой, он дописал, в бою потери врага с правой стороны, оценили 10 тысяч вьетнамцев с помощью истребителей F-16, 33 вертолета и 300 человек личного состава. И он хранил это сокровище 43 года и искал нас. И все-таки нашел три месяца назад. Том Катрон и я близко подружились. Я с ним только вчера общался. Я надеялся, что он сможет прийти сегодня сюда, но у него не вышло. Он не христианин, не похожий на то, но я знаю, что он ищет, и знаю, что Бог свел нас вместе не просто так. Знаете, Андерсон Купер ведет шоу на CNN, называется Герои, где он рассказывает и чтит необычных людей за их служение другим, за их служение обществу. И я хочу показать вам фотографию пары героев, которые никогда не попадут на это шоу. Знаете, когда они умерли, по правде, это был не конец. Это было начало чего-то нового. И хотя это и была необыкновенная история о жертве и любви, удивительная история, она скорее всего лишь очень-очень маленькая история, часть очень-очень большой общей истории. Хочу показать вам еще одну фотографию, но не знаю, как ее представить. Вы ее, наверное, никогда не увидите по CNN. Ее не поставят на обложку Times. Но я хочу, чтобы вы просто на нее немного посмотрели. Не знаю, через что вы сегодня проходите. Не знаю, может быть, вы чувствуете, что не можете быть прощены. Может быть, вы не можете простить. Может быть, это зависимость. Может быть, болезнь. Может быть, ваша жизнь разваливается. А может быть, вы, как и я, убегаете. Я знаю, что хорошо сказал Гоглио. Он сказал, задолго до того, как мы с вами потерпели поражение в своей жизни, задолго до того, как эти солдаты потерпели поражение во Вьетнаме, Бог поразил Своего Сына. Он не дал нам того, что мы заслужили своими грехами. Он дал Своему Сыну то, что мы заслужили своими грехами, чтобы мы могли жить. Извините, я такого не понимаю. Потому что я такого не заслужил. Но суть не в том, что я могу. Суть в том, что Он сделал. И когда Иисус пошел на крест, это был не конец чего-либо, это было начало чего-то. Это было начало жизни. И тогда Он воскрес, и взошел на небо, и предстал перед троном Господним и сказал, Я исполнил Своё обещание, Я выполнил завет, Я купил их Своей кровью, и Ты сказал, если они будут искать Меня и покаяться в грехах Своих, я прощу их, я дам им жизнь, я восстановлю их. Не знаю, есть ли здесь кто-то, кто не знает Иисуса Христа лично. Может быть, вы вырастали в религии, как и я. Может быть, вы читали Библию, ходили в воскресную школу, а может, сидели в стороне, как и я в стороне два года. Может быть, у вас были личные отношения, но вы ушли. Я помню притчу про блудного сына. Она не про сына, который ушел, а об отце, который выходил на дорогу каждый день и говорил, вернись. Таков наш Бог. Он хочет отношений с тобой сегодня. Он хочет начать что-то новое с тобой сегодня. Нет времени, народ, нет времени. Дни наши коротки. Посмотрите вокруг. Он хочет изменить нас. Он хочет преобразить нас. Как церкви Он хочет дать нам силу, которой у нас раньше не было. Но мы должны отдать Ему свои жизни, отдать для Христа Иисуса. Когда придет группа прославления, спойте песню, которую вы часто тут слышали. Называется «Удивлен», потому что я удивлен таким Богом, который смог сделать все то, что Он сделал для нас. Я удивлен Богом, у которого есть план, который смог превратить хаос во Вьетнаме, который смог превратить этот хаос во что-то прекрасное для Него. Он больше всего, с чем вы столкнетесь, больше всего, что вам нужно будет преодолеть. Он хочет исцелить вас. Он хочет обновить вас. Он хочет дать вам жизнь. И пока группа прославления поет, я хочу пригласить вас. Если у вас нет отношений с Иисусом Христом, вам нужно выйти сюда прямо сегодня. Выйдите сюда, и мы помолимся с вами, и отпразднуем с вами новое начало. И если вы убежали, если вы хотите вернуться домой, выйдите сюда, дайте нам помолиться за вас, чтобы было восстановлено то, что вы утратили в саду, как и Он сделал то, что Он сделал, чтобы у нас была жизнь, чтобы у вас была жизнь. Пожалуйста, начните ее сегодня. Почему бы вам не прийти? Пожалуйста, придите. Давайте помолимся. Отец наш Небесный. Благодарим Тебя за прекрасную плату Твою. Господь, Ты пришел не осудить, но дать нам жизнь, чтобы дать вам добрую весть. Евангелие значит добрая весть. Вот какой Ты Небесный Отец. Благодарю и славлю Тебя. Господи, прошу Тебя во имя Иисуса Христа, если есть здесь кто-либо, кто не знает Тебя, кто убегает от Тебя, Господи, коснись их и приведи к себе, чтобы они пришли и начали новую жизнь с Тобой. Прошу Тебя во имя Иисуса. Аминь.